Возвращаемся к итогам. Уже в ближайшую пятницу дети пойдут в школу. Да, в крае 1 сентября откроется 1105 школ. По данным Министерства образования, абсолютно все школы прошли проверку специальных комиссий и готовы принять учеников. На подготовку школ к новому учебному году израсходовано более 2 миллиардов 300 миллионов рублей. Из них краевой бюджет выделил почти миллиард. За лето в 39 школах сделали капитальный ремонт, купили 24 новых школьных автобуса и приобрели более миллиона экземпляров учебников. В Нижненгарском районе после пожара завершается строительство спортивного зала и пищеблока для Телечетской школы. Идет и строительство школы. Так до конца года в Красноярске сдадут новую школу на 1280 мест. Еще одну строят в деревне Петропавловка Курагинского района. Говорил о том, что мы подготовили строительство еще 5-6 школ. И дали заявку на софинансирование по 4 школам. Это школа в Каннске и школа 3 в Красноярске. Быстрее построить 10 новых школ – это задача безусловного приоритета. Поэтому одну мы в этом году. И 4 школы сразу начинаем строить уже в конце этого года. Одна уже начата. Там по другой где-то, по-моему, неделю-дни 10 назад на Преображенском массиве там начали работать в Котловане. Это вторая школа. И будет еще школа в Покровке. А вот что изменится в самом процессе обучения, традиционно обсуждали на Августовском педсовете. Например, как учителю, привыкшему работать в реальном мире, заинтересовать учеников, которые все больше погружаются в мир виртуальный, в интернет, в соцсети. Слово Сергея доставало вам. Так надо же следить, там будет пару-трое человек, один ночью. Нет, один не справится. Два-три человека, которые будут следить, один ночью. Онлайн-игры могут быть не только виртуальными, но и социальными. Более того, не просто могут, но и должны быть. А социальные сети должны быть не только средством общения, развлечения, но и воспитания. И даже профилактики разных негативных явлений. Именно эта идея стала основой для создания необычной игры для школьников в Красноярском лицее. Дети через группу в социальной сети получают командные задания, например, собрать макулатуру, поучаствовать в школьном празднике, в районном и городском мероприятии и выполняют его, набирая баллы. Нельзя миновать тренд времени, что мы все сейчас в социальных сетях. Есть у каждого страничка, либо в Фейсбуке, в Твиттере, Инстаграме. И поэтому мы не боимся социальных технологий. И мы понимаем, что нам наоборот нужно прийти в это, разобраться в этом и поставить это на правильное русло, чтобы оно работало во благо, а не разрушало. Образование выходит за рамки школы. И это ответ системы образования на современные вызовы, которых в цифровую эпоху все больше. Как уберечь детей от негативного влияния соцсетей? Да используя все те же соцсети, ответ, который для психологов и педагогов очевидный. Теперь это фактически посыл всей образовательной системе России. Мы не можем ограничиваться только классно-урочной системой обучения, потому что сегодня у нас такая глобальная происходит цифровизация, и в том числе она не может не затронуть вопросы образования. У нас достаточно много различных онлайн-курсов, различных образовательных кубок, которые существуют. Поэтому мы, конечно, должны в образовании использовать в том числе возможности глобальной сети интернета, онлайн-курсов, подключения к библиотекам цифровым. Именно этот ключевой посыл данный краевой образовательной системе на традиционном августовском педсовете. Цифровые технологии станут необъемлемой частью современного образования. И это не просто дань времени или моде. Дети в интернете далеко не всегда выбирают конструктивный развивающий контент. Негативный пример у всех на слуху. Самый эффективный способ отвлечь от негатива – предложить достойную альтернативу. Директор 94-й Красноярской школы Татьяна Жихарева рассказывает, как учителя сами становятся активными пользователями соцсетей ради детей. У меня в ВКонтакте есть своя страничка, и практически все ученики нашей школы в моих друзьях. Мы как-то сразу включились в это дело. А когда пошли разные вот эти процессы, не очень хорошие, может быть, вот когда социальная сеть стала затягивать детей не только для передачи информации, объединения в групп, то для нас это как бы стало необходимым инструментом для того, чтобы поддерживать детей, определять, у кого сложные моменты в жизни, порадоваться за тех, у кого все хорошо. И еще один важный посыл от губернатора. Под образование должны подстраиваться система управления регионом, все проекты социальные и промышленные. Сфера образования должна стать определяющей все дальнейшее развитие края и страны. Я просил сегодня и председателя правительства, и членов правительства принять участие в этом совете, чтобы максимально сконцентрировать и нашу проектную деятельность, организационную, на задачах развития образования. Все будет зависеть от этого. Какие бы мы усилия не предпринимали сейчас там во всех остальных сферах, если не будет качественного образования, мы не решим никаких задач. Конкурентная способность определяется сегодня именно в этой сфере. Этот процесс непростой, признал Виктор Толоконский, но у нас просто нет другого выбора. Все эти изменения ради будущего. Начиная этой недели, назначен министр экологии и рационального природопользования Красноярского края. Им стал Владимир Часовитин. До этого много лет он проработал в прокуратуре города Красноярска. Поэтому многие эксперты сошли это за очевидный сигнал. Дескать, человек с прокурорским прошлым будет делать ставку на контрольные функции. По словам губернатора края Виктора Толоконского, в сфере экологии нужно как можно скорее принимать жесткие и эффективные решения. Времени на раскачку нет. Уже в среду Владимир Часовитин провел встречу с представителями экологических общественных организаций, показывая, что способен на конструктивный диалог. Ну и в продолжение темы экологии. В программе «Итоги» мы начинаем новый красивый проект, который мы называем «Заповедные земли». Татьяна Каминская уже побывала в нескольких заповедниках и природных парках Красноярского края. И в сентябре будет готова раскрыть вам все их тайны. Ну а сейчас несколько кадров из уже отснятого материала. Было, что вот медведь сюда, кстати, на этот кордон приходил. Заповедные территории края – это уникальные уголки первозданной природы, где по-прежнему можно встретить диких животных, редкие растения и окаменелости, которым по 500 миллионов лет. И мы можем предполагать, что миллионы лет назад на территории нашего заповедника плескалось теплое море тропическое. Мы побывали в труднодоступной таежной глуши, чтобы показать самые живописные участки, суровой северной красоты и самые колоритные детали жизни и быта тех, кто охраняет эти богатства. Я дошла. Сама не верю, но дошла. Мы выяснили, в чем потенциал для познавательного туризма в южных территориях и на себе проверили действия знаменитого места силы. Побывав здесь в течение небольшого времени, меньше часа, вы и то можете ощутить прилив энергии. Все об особенностях некоторых заповедников и природных парков края, а также о людях, посвятивших всю свою жизнь защите природы. Новый проект заповедной земли. Получается, я что-то среднее между бурым медведем и северным оленем. Далось мне, конечно, далеко. Смотрите в итогах на телеканале Енисей. Подробно о заповедниках края в итогах, начиная с сентября. Не пропустите. Ну а далее в программе. Биткоин и другие криптовалюты. Что это за новые деньги? Откуда они появляются, как на них заработать и что уже можно купить с помощью биткоинов? Или это очередная финансовая пирамида? Об этом после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова